всем привет соскучилась я по видео но к сожалению некогда мне снимать вот просто вообще некогда ремонт делал такое но у меня как ремонт такой косметический сейчас у нас стоит задача переехать из маленькой комнаты там где мы сейчас обитаем да я муж и мои цветы более большую комнату маленькую мы отдаем сыночку вот нужно организовать пространство для сына и нужно организовать пространство для себя и для цветов задача такая довольно таки нелегкая прямо скажем но мы уже решаем этот вопрос только вот вчера мы ездили за забирали стеллаж дополнительный да у меня сбылась мечта у меня теперь будет еще один стеллаж для растений так как он это больше есть возможность немножко расшириться даже можно сказать не один стеллаж а два с половиной стеллажа так как стеллаж будет угловой к тому стеллажу который у меня уже есть железный яда купила еще один такой же и угловые полки надеюсь получится красиво конечно организовать пространство со стеллажами которые используются на складах или в магазинах да ну конечно это все не так красиво смотрится но я постараюсь сделать так чтобы вписать это все более менее в помещении где мы будем все время находиться и чтобы это выглядело опрятно и ну как приятно глазу вот заднюю стенку за стеллажом я хочу заклеить пвх панелями под камешки для красоты во первых и для того чтобы защитить обои потому что сами понимаете что цветы они все равно там то прольется то еще что-то пыльца летит то спор из папоротников то надо обрызгать обработать там или просто попрыскать да чтобы на обои все это не летело как у меня сейчас летит на обои я пвх панели наклею и и красиво и защита такая так называемые ну и плюс я выбрал такие светленькие пвх панели они будут еще дополнительно отражать цвет просто некоторые наклеивают светоотражающую пленку такую да вот зеркальную чтобы свет отражать ну для мне кажется что это конечно на вкус и цвет товарища нет но мне кажется что это не очень красиво смотрится все таки в этом помещении мы будем и жить это не только комната для цветов вот надо чтобы все это было приятно глазу вот как все мы сделаем соберем проведем электричество поставлю растение обязательно я сниму обзор как все у нас получилось но до этого момента еще далеко потому что еще все в процессе вот только мы наклеили обои еще даже не не всю стену поклеили осталось еще доклеить осталось еще доклеить пвх панели собрать стеллаж привести электричество в общем все это наверное не дни а может быть даже и недели но я надеюсь что это все будет гораздо быстрее вот сегодня хочу вам показать небольшой обзор окошко на одного из окон показать как растения мои пережили мой отпуск все руки никак не доходят вот по разному пережили но в основном более-менее нормально так что приглашаю вас посмотреть обзор цветов на окне ну что начну обзор вот с этого окна покажу как на этом окне пережили растюхи моего отсутствия и полив раз в неделю поливала их приезжала свекровь ну нормально все хорошо потерь на этом окне у меня нет все нормально выжили сюда же поставила новичка которого привезла из деревни пока еще его не при не пересадила руки их не доходит немножко он метод в дороге пострадал вот ну ничего страшного обрастет это окно как раз в комнате в котором мы в дальнейшем будем жить здесь у меня довольно большой подоконник такой же как и в спальне я его немножко тут увеличивают уже зеркалом вы у меня уже я думаю видели не один раз зеркала на подоконниках это зеркала из старой стенки советской там что было у как-то их много мы ее разбирали выбрасывали а зеркала было выкинуть жалко и я их вот так вот использую для увеличения ширины подоконника импровизированный такой видите немножко как бы увеличивается плюс здесь такая стойка у меня для лампы которая которая подсвечивает это окно и чтобы не пропадала полезная площадь как раз у меня лежит здесь зеркало на этой стойке и на него можно видите можно ставить растюхи стойка и стойком не делал муж она довольно мощная потому что лампу мне здесь висит тяжелая вот такая в алюминиевом корпусе ведь это прям такая серьезная такая лампа это наш питерский производитель называется солнце дар до 80 80 ватт повесили мы ее довольно высоко практически под самый потолок ну под самую то окно повесили на стойк потому что жалко сверлить пластиковый пакет вот ну и заодно я еще вмешиваю вот так вот тут на крючке видите растюха тут у меня тоже висит очень лампой довольно все все меня устраивает такое приятное розовое свечение у нее вот и смотрится она хорошо не раздражает глаза и растение выглядит при этом свете довольно таки как вкусно я бы сказала ярко вот растюхи и мои все пережили мое отсутствие нормально на этом окошке потерь никаких нет все хорошо поливались они у меня раз в неделю свекровь приезжала поливала вот ну конечно некоторые попересохли к моему приезду но ничего страшного я их всех полила витаминчиками сейчас покажу вот такими вот такие вот у меня есть витамины аминосил для комнатных цветов они у меня тут уже вот закончились и как раз вот я сегодня ходила в альбери сбегала забирала заказал еще две упаковочки на пробу вот такие вот для декоративно-лиственных растений и для орхидеи и вот такой еще для орхидеи прикольные витамины мне понравились мне присылали вот одну упаковку на обзор вот эту для декоративной ой для цветочков для комнатных цветов еще в январе этого года вот мне понравилось реально хорошая вещь я и поливала все все свои цветы включая орхидеи и орхидеи заценили очень сильно орхидеи я поливала параллельно с витаминами японскими вот еще вот этим коктейлем и прямо они там у меня все в цветоносах вот так что советую попробовать 10 миллилитров на 1 литр воды и состав вот кстати хороший сейчас смотрю на упаковку вот он практически везде идентичен различается там буквально процентами видите здесь макро и микро элементы вот в таком вот составе и плюс 40 плюс аминокислот вот таких вот очень удобно в жидком виде использовать конечно для моего количества растений такой бутылочки мало тем более тут видите 10 миллилитров на литр воды но я знаете как использую я беру эту крышку наливаю туда витамины и на 10 литровое ведро вот и и при таком вот расходе у меня еще видите с января еще тут наверное раза три удобрить осталось вот я оставлю ссылочки под видео на вайлдберрис где можно приобрести вот этот аминосил ну где я заказывала по крайней мере он есть по моему в других интернет-магазинах вот там прямо вот от производителя именно этих витаминов они продаются по моему по цене производителя так что кому интересно зайдите посмотрите может купить и тоже попробуйте так ну что на этом окне стоит у меня моя красотка они аммани триколор это главный мы очень красивая она у меня что-то стало листики но это я даже знаю причину потому что я не грохнула пересадила в огромный кашпо точнее горшок двухлитровый такой куст она в нем у меня выпустила вот эти два листа но они заметно мельче видимо пока она не освоит этот объем земли да вот который там внутри что пока корешки не освоит она будет вот такие вот выдавать листья но не хочу я ее отсюда пересаживать пускай она порастет понаблюдаю посмотрю что будет дальше если будет прям совсем плохо то конечно же я ее пересажу тут же у меня наблюдала вот на молодых веточках нету она на старых проявляются колючечки и мы определили что это все-таки репсалис а не хотела хотя хотя он выпускает вот такие прямо стоячие ветки видите которые очень похожи на хатиору вот такой вот симпатяшка мой зензи я себе купила еще один большой куст и вот этот малыш вам покупала я его в прошлом году деленкой вот тоже оставила пускай он у меня будет мне его жалко куда-то девать тем более мы с ним огонь и воду и медные трубы прошли по реанимации и по восстановлению вот две веточки домашних он у меня нарастил так что пусть живут дома никуда его пристраивать не буду вот такая здесь малышка красотка это хани какая-то какой-то сорт я не знаю мне дарили на работе вот эту вот деленочку это сенсивьера такая карликовая видите и вот у нее и деточка тут выросла тоже вот видите пух тополиной кругом до сих пор летит вот такие две хаворти тоже тут уже вот деточек кто-то выпустил наверное вот эта малышка тоже посмотрите пух господи прямо все в пухе так и цвела она вот я цветонос не так давно срезала здесь у меня лягушка укореняется стоит у водички наверху папоротники вот это кардифолия хэнди такой вот красивый папоротник вот такие вот он лапки наращивает вот смотрите какая красота вот одна ваечка разделяется на вот такой веер красавчик и похожий папоротник мне прислала моя подписчица Светлана в подарок вот это какой-то гибрид тайский по-моему она мне сказала он по-моему тоже да вот вот видно видите тоже раздваивает вайки в конце вот такие вот они в интересную листья точнее вай вот симпатичный внизу вот такая вот сенсиви сенсивьерия называется она виктория вот такой вот лапушок у нее вот такие вот уже две деточки выросли я ее покупала эти деточки были еще прям такие вот маленькие трубочки из земли они уже подросли уже расправились стали похожи на маму вот вот такие яркие довольно таки пестрые и теперь у меня получается три в горшочке сидит еще одна сенсивьерия это сенсивьерия уитни вот такая вот но полоска очень у нее по краям не очень хорошо проявляется я ее покупала уценкой видите тут у нее лист посередине сломан вот но жду жду может быть вылезет все-таки какая-нибудь деточка поярче моя любимая это сенсивьерия драгон вингс крылья дракона тут с окошкой пыль растюхи пыльные но когда мы закончим ремонт я всех всех уже конечно же помою почищу и будут они у меня красивые все блестеть сейчас это смысла нет потому что тут я то мы тут обои обдираем то короче клеем тут пылища поэтому ну как бы не хочу делать двойную работу поэтому пока грязненькие стоят вот такая красотка спидистры мелкий вей смотрите какие у нее интересные листья да как будто звездное небо с такими вот точечками покупала я по моему в начале весны ну как только вот начался почтовый сезон прям жгло свербело и вот наверное самое первое растение которое ко мне пришло в почту это вот как раз это спидистры с Москвы она ко мне приехала вслед за вот этой красоткой эту я покупала у нас здесь в Питере это спидистры вриегатная покупала я ее ну там грубо говоря две деленочки были в двух разных горшках я их объединила в один вот одна видите лист совсем пропал но выпустил вот этот маленький листочек вот а вот это вот такая такой был лист он какой-то жатый есть интересный и выпустил он мне вот этот тоже такой прям приличных размеров такой листище огромный я бы сказала лопуха и вот с такими полосками симпатичная растюха тоже надо будет ее в дальнейшем пересаживать потому что я так полагаю что она уже где-то вот здесь соберется потом выращивать свои новые листики а может быть под землей она свернет куда-то когда упрется в стенку вот ну посмотрю понаблюдаю пока торопиться не буду с пересадкой если что пересажу пидистры вообще в принципе очень интересные растения они по-моему называются они еще по-другому железные цветы потому что они не убиваемые особенно зеленым листиком поэтому обратите обязательно внимание свое на эти интересные растения так дальше церапегия сандерса вот такая это единственная церапегия которая осталась в моей коллекции раньше у меня было очень много разных церапегий я их можно сказать собирала но в определенный момент времени я просто устала от них они очень быстро растут свисают в разные стороны плетья я уж их и накручивала и прикалывала к грунту и что только не делала но как-то некрасиво мне они перестали нравиться и я их всех продала оставила только эту малышку тоже видите как она сколько тут уже метров я даже не знаю не буду брать вот так вот она растет довольно быстро я ее все наматываю наматываю тут вокруг стойки и вот она все пытается куда-то свинтить очень она интересно красиво цветет большими такими парашютами вот сейчас она видите немножко отдыхает вот есть вот парочка цветочков но почему-то она их не раскрывает а скидывает вот стрессует может цвета не хватает может не знаю может что-то еще не хватает но жду жду когда раскроются цветочки новые так дальше а дальше вот такая вот красотка это хоя карноза триколор вот такие у нее интересные красивые листья я ее накручиваю вот так вот по этой вот стоечке держатель такой купила специально для хой смотрите сколько пуха вот и вот так вот прям ее прикалываю прикалываю чтобы она никуда не уползала вот видите так вот потихонечку ну вот приехала с отпуска смотрю вот тут у нее появился новый побег вот отсюда появился новый побег вот отсюда уже такой довольно-таки длинный вот и листья почему-то какие-то другие в побегах здесь она такая прям компактная растет довольно-таки компактные плотные а новые побеги листья удлиненной формы вот они такие тоже плотные но какие-то немножко другие цветоносов на ней я не нашла хотя она у меня довольно-таки давно но баловать цветами и не собирается но мне кажется с этой хои в принципе-то и не обязательно цвести она очень красивая сама по себе там вот за хои это традисканция альбифлора альбовитата вот она довольно компактно растет посадила ее в большой горшочек чтоб не пересыхала быстро потому что традисканциям нельзя давать пересыхать иначе у них сразу листья страдают появляются пятнышки вот и чтоб она не пересыхала и не утрачивала свою декоративность посадила сразу в большое ведро можно так сказать вот ничего растет потихоньку стоит здесь же прячется за традисканциям такая вот красотка это хоя кэри вырегат на такие красивые сердечки у нее я ей не даю расти видите срезала опять ее и вот она как только ее срезаешь дает боковой побег такой вот она такая прям у меня получается компактная симпатичная вот и тут довольно много листиков уже мы тут нарастили с ней очень она мне нравится еще одна хоя на заднем плане такая вот большая это хоя 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 как же ты называешься карноза crimson queen насколько я помню у нее тоже красивые такие листья немножко напоминают листики триколор которые мы с вами уже смотрели какая-то бегушка слезы вот 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 новые листочки такие розоватые вот такие потом они становятся более светлыми красивая она сама по себе красивая цвела она у меня один раз весной давал цветонос такой большая была гроздь цветов и все и больше цветов не вижу ни цветоносов ничего на ней нет только расти это растит свои плети которые я тут так вот накручиваю накручиваю также вот прицепляю к держателю и вот так ее по кругу довольно декоративный вид имеет но цветов не дает видимо не хватает ей солнца весной сюда солнце больше попадало потому что лес мой который за окном еще не облиственный был и солнышко сюда ну пробивалось хорошо а как листов стало много солнышко совершенно не попадает и сказывается еще есть такая вот хоя матильда вот это вот малышка прям цветет ей вообще нормально все ее устраивает их солнышко не хватает все хорошо все равно она цветет довольно активно вот уже опять бутончиков не дала вот парочку бутончиков тут походу она скинет засушит вот а какие-то растут она очень такая прям хорошо растет быстро она у меня тут все оплела весь мой держатель тоже я тут цепляю цепляю привязываю чтобы она не уползала дальше горшка никуда вот с этой стороны тоже видите с этой цветоносики хорошая такая девочка довольно благодарная хватает ей освещения на моем окне она прям красотка цветет молодец хорошо перенесла отсутствие полив раз в неделю ее довольно таки устроил видите все нормально вот но хоя в принципе они восковые они имеют плотный лист и им такой прям частый полив и не нужен тут рожки выпустил фикус фикус это фикус диверсифолия аварикатный вот он имеет вот такие интересные формы тоже листья они немножко напоминают треугольник или полуовал такой вот где-то так где-то так с такими вот с такой вот полоской посередине этот сорт фикуса постоянно в цветочках цветочки это вот такие ягодки в таком большом количестве называются они сиконии цветочки в таких ягодках находятся внутри там они внутри цветут там же внутри они созревают как бы все происходит внутри горошинки в природе в этих горошинках живут насекомые какие-то там маленькие муравьи может мошки они туда проникают и вот таким образом цветы опыляются вот тоже все вкусно самый известный фикус который мы с вами знаем и плоды которые едим это инжир вот яркий представитель сиконии да инжир такие вот ягодки если плодик разорвать то вы увидите как выглядит вот эта вот ягодка дальше такой вот красавец это фикус триангулярис white margin он уже у меня прям совсем огромный растет он у меня неправильно сформирован неправильно тут у него один ствол потом этот ствол раздвоился но раздвоился он сам не я его прищипывала он сам так вырос вырос на две большие ветки вот одна большая такая вот крупная ветка и вторая ну как бы два рога в разные стороны а посередине выросла вот такая вот малюсенькая веточка но пока вот растет жду чтобы она выросла хочется чтобы макушка какая-то образовалась потому что получается он на меня как бы такое облако на ножке видите как выглядит ну не очень красиво но он все равно такой пушистый нарядный мне он нравится сейчас я его отодвину чтобы посмотреть что здесь здесь такой же фейкос триангулярис только называется он каканат крем отличается он от white margin размером листа вот и немножко оттенком листа у white margin листики они более светлые вот эта вот варигатность полоска она такая более светлая у каканата она более салатная либо желтая либо вот такая вот прям ярко салатного цвета вот так выглядит ну и величина видите как они отличаются по размеру да вот эти какие огромные и эти какие маленькие на двух ветках тоже вот он у меня тоже в разные стороны стал выпускать такие огромные ветки туда вот такой большой урок сюда сюда и вот на двух я решила попробовать вот так привязать мох влажный пакет завернула вот так вот прищипнула жду чтобы там наросли корешки там я немножко поцарапала кору чтобы вот было откуда им расти корешка ну посмотрим что вырастет ну думаю что вырастет здесь у меня сенсиери они все в одном горшке тут несколько разных сортов так сейчас я вам покажу вот это сенсиери металлика она у меня вырастила деточку вот такую вот огромную вот видите какая высоченная потом сенсиери футура суперба вот она мне тут вырастила тоже деточку такую вот красивую и сенсиери муншайн там тоже она вырастила деточку вот она деточка вот такой вот набор сенсиери посадила всех в один горшок так как места не хватает ну как бы они не жалуются вроде каждая по детке вырастила такой у меня получается букеты сенсиери здесь стоит на окне вот это очень интересная расти это атона атона мясистая это суккулент по своей природе но суккулент который любит попить я бы так сказала хотя она имеет такие вот мясистые листья но чуть немножко ей не хватает влаги вот сейчас в данный момент она хочет пить вот видите какие сморщенные уже листочки на ней она длительной засухи вообще никак не переносит чуть немножко начинается сразу сыплет листья вот эти у меня начинает сваливаться вот поэтому я стараюсь сильно не пересушивать и как только вижу что листики начинают поджиматься сразу же ее поливаю здесь кофе такой вот тоже раздвоился кстати вот у меня может здесь ну какая-то такая энергетика видимо все аномальные все что-то раздваивается тоже получается ножка и макушка видите в два рога выросла в одну сторону а его вторую тут кстати репсалис подсадила просто воткнула вниз отломанную веточку вот от того репсалис который я вам показывала укоренился здесь бегония это бегония которую я очень люблю называется она дом вот за сезон она у меня поубавилась прям так скажем была высоченная красивая но все очень просили у меня череночков поэтому прям совсем я ее прям сильно резала всем резала 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 и в итоге мне остался пенек можно так сказать но слава богу он стал обрастать вот потому что растюха красивая у нее такие прям вот лощеные я бы сказала листья они сами по себе такие плотные яркая изнанка посмотрите какая прям очень такой благородный такой темно-зеленый цвет серебристые полоски красивые еще одна красотка это тоже бегония бегония кейн это кейн и это кейн кейн бегония это бегонии которые растут строго вверх и имеют вот такие вот стволики похожие на тростник их еще называют тростниковые вот этот сорт называется Димитри у нее листики похожи на кленовые немножко такие вот изнанка у нее такая же довольно яркая вот такая вот тоже такой темный цвет и такое напыление по листу напыление немножко отличается не полосатые как вот заполняется вот так вот листочек серебристо-бронзовым напылением немножко с розоватым отливом а где-то вот оно в виде горохов такая интересная тоже бегония на заднем плане вот притаилась это таберне монтана ой смотрите-ка бутончик о и там тоже бутончик вот она мне потрепала нервишки не хотела расти постоянно скидывает и бутоны скидывает и листья скидывает и вот я уже заметила что чем реже к ней подходишь тем она лучше себя ведет поэтому я ее так особо не трогаю только подхожу поливать поливаю я ее с фитокислинкой я показывала в видео про антуриум и фитокислинку которую я покупаю в Лерой Мерлен гордензии гордензии и доберной монтаны они любят кислый субстрат и вот с кислой водой подкисленной нужно поливать такие растения тогда они лучше себя чувствуют в комнатных условиях лучше растут и цветут если хватает цвета дальше здесь стоит аллоказька моя такая вот красивая это аллоказия очень похожа на аллоказию поли внешне но это не поли это аллоказия амазонка или как то она по другому амазоника называется отличаются они от поли немножко размером листьев и окраской листьев вот у амазонки вот такие вот серебристые полосы поли то есть и как бы такое напыление на данный момент у нее осталось два листа она мне что-то приболела немножко начала листики скидывать вот такой вот у нас остался ствол и вот тут два листа выросло свежих вот хочу попробовать срезать ее и посмотреть она по идее должна растить деток на этом стволе вот клубеньки она довольно таки хорошо давала мне я и клубеньки проращивала пробовала с нее они прорастают хорошо вот именно в горшочке у мамы ни одного ни разу не прорастло вот ну попробую когда уже руки у меня дойдут когда буду посвободнее хочу попробовать срезать укоренить в воде или во мху верхушку и оставить вниз и посмотреть что вырастет тут вот в полной темноте бедные две мои фиалки оставшиеся это оптимарки две аннабель и изабель которые не растут а которые цветут колокольчиками розовыми и голубыми симпатичные такие вот но потом будет если места побольше я их конечно переставлю на полочки тогда они будут прям хорошо цвести а тут им темновато а вот пепперомия у меня есть это пепперомия головатое называется или пепперомия голабелла варегатная форма такие вот у нее нарядные листочки так как она не зеленая а вот такая вот видите красивая пятнистая растет она довольно медленно вот зеленая форма растет очень быстро вот она медленно здесь же стоит вот такой вот ахименис сорт я не знаю мне его подарили вот с такими ярко красными маленькими цветочками вот и свисает еще один красавчик ахименис вот такой так это сорт амброзия вершафельд он у меня был один вот ну теперь у меня два ахимениса вот уже цветочки отсветают в них все хорошо да и вот они засыпают на зиму что не занимают место и цветут обильно но вот это вот сыплющиеся цветы постоянно отсветшие конечно не очень вот такие как бегонии знаете вечно цветущие тоже постоянно сыпят на окно цвел у меня он довольно обильно очень много цветочков вот много уже засохло надо поснимать заняться как-то вот ну теперь уже он у меня очень рано проснулся поэтому я думаю что он и заснет конечно тоже уйдет на покой раньше времени вот и на этой же полке тут у меня стоит агланемы это детки которые я покупала вот такая вот симпатичная вот видите наклонилась в сторону света вот так вот она называется сапмангол вот уже новый листочек домашний разворачивается вот еще одну там я глазку пропустил вот тут еще одна стоит я не забыла сказать вот такая вот это агланема 10 карат вот такой вот красивый листочек она имеет это я ее покупала деточкой ну она вот как ко мне пришла так пока вот и стоит без движения ну вроде появился листок но пока не разворачивается жду взяли себя в руки и ждем ну я думаю что все будет хорошо и она растет красивый куст к следующему году ну все на этом буду с вами прощаться спасибо огромное за просмотр спасибо за лайки за комментарии спасибо что пишите спрашиваете как дела куда я опять пропала мне очень-очень приятно очень надеюсь что побыстрее мы справимся с переездом с ремонтом буду потихонечку как будет появляться минутка снимать что-то как у меня тут дела как все живо здорово сейчас я с вами прощаюсь увидимся в следующем видео пока-пока